Компании Ineos, что решила бросить вызов самому Land Rover, наладив выпуск собственного Defender, похоже удалось исполнить свои планы. Во всяком случае, британцы открыли прием заказов на готовые машины. Для оформления заявки Ineos просит внести возвратный депозит на сумму 450 фунтов евро или долларов. Полных прайс-листов еще нет, но анонсирован стартовый ценник для рынка Великобритании — 48 тысяч фунтов стерлинга. Для сравнения, за новый Land Rover Defender 110 просят лишь немногим больше. Хотя авторы Гренадера напирают на аутентичность облика, надежность конструкции и практичность салона. Дескать, оригинальный деф этого всего лишен. Впрочем, обсуждать надежность все еще преждевременно, ведь пиарщики марки продолжают кормить публику общими фразами про шестицилиндровые моторы BMW. А вот реальный набор агрегатов и точные характеристики машины засекречены. Что известно точно, так это начало отгрузок — июль 2022 года. Притом продажами займутся 200 дилеров по всему миру. Выпускать гренадеры будут во Франции, для чего компания выкупила бывший даймлеровский завод. Другой громкий стартап общимирового масштаба — швейцарская Pioch Automotive. Ее основал Антон Пьех, сын покойного Фердинанда Пьеха, бывшего главы концерна Volkswagen и главы большого клана Porsche Пьехов. К слову, прадед Тони по отцовской линии сам Фердинанд Порше. О том, что младший член именитой фамилии готовит собственный автомобиль, было известно давно. А сейчас компания после долгого молчания наконец объявила — электрический суперкар под немудреным названием Pioch GT вышел на стадию испытаний. Притом, если сейчас готов лишь один экземпляр будущей двухдверки, то до конца 2022 года фирма обещает склепать целую сотню тестовых мулов, что только подтверждает серьезность намерений. В основе новинки лежит модульная платформа, буквально нашпигованная тяговыми аккумуляторами. Ехать двухтонный суперкар будет за счет трех двухсот сильных моторов. Один приводит передние колеса, еще два независимо вращают задние. Отдельно анонсированы революционные литиево-ионные аккумуляторы емкостью 75 кВт-часов. Их можно будет зарядить до 80% от любого терминала примерно за 7-8 минут. Старт продаж намечен на середину 2024 года. Притом, за первые 12 месяцев работы компания готовится продать немалые 1200 машин. Не Тесла, конечно, но заявка реально серьезная.